Добрый день, мои зрители! Мы продолжаем с вами играть в спортивные игры И для того, чтобы кто-то не подумал, что я делаю прогнозы лишь на футбольные матчи Но вы поймите, что сейчас разгар чемпионата мира И, конечно, футбол становится на первое место Но все-таки для любителей тенниса я хочу записать свой прогноз на матч одной, получается, восьмой Великого Уэмблдона, в котором встречаются Новак Джокович и Джо Уилферс Сонга Вот такая вот вывеска у матча Причем на Уэмблдоне эти соперники однажды играли в полуфинале между собой И тогда, естественно, Джокович победил Но он вспоминает этот матч как очень и очень сложный для себя И, конечно, забыть об этом он не может Плюс они еще играли на Олимпиаде О чем тоже Джокович в предматчевом интервью вспоминал Вот сейчас первый розыгрыш Я играю за Новака, конечно же Вот И, естественно, Джокович... Ой, как промахнулся Джокович повел 15-0, но уже 15-15 Ну и так вот, Джокович и на Олимпиаде обыграл Цангу И, конечно, и про эту игру он вспоминал И еще в предматчевом интервью сказал, что если у Цанги пойдет игра, то ему ни один соперник не страшен Хоть и сейчас он находится, скажем так, не совсем в своем рейтинговом месте А напомню, что Цанга 17-й на этом турнире А Джокович 2-й Хотя 2-й в мировом рейтинге Я тут промахусь-то нечу 2-й в мировом рейтинге А на этом турнире посев ему дали 1-й Но это все связано с тем, что считают Новака большим фаворитом этого турнира, чем Рафуна Даля Так как Рафаэль все-таки грунтовый король А вот Булдон выиграл, по-моему, всего лишь однажды Ну, может быть, пару раз, не помню В финале против Роджера как раз Федора Ну, до матча Надаль, Джокович, я думаю, мы с вами еще дойдем Вполне возможно, такой финал нас ожидает в очередной раз А сейчас 1-й восьмая И вот сразу такая достаточно громкая вывеска Напомню, что играю я в Grand Slam Вторую часть И вот здесь не так много ныне действующих теннисистов Не брать, если первую четверку Федорер, Надаль, Джокович и Марай Здесь вот есть Санга И поэтому, конечно, такую вывеску я пропустить никак не мог У женщин вообще там все очень намного хуже 1-0 у нас, кстати, Джокович ведет Но Санга, вот смотрите, на свою подачу как агрессирует Здесь я его все-таки смог подловить Кто смотрел мои прошлые видео и знает, что я Прошлые прогнозы все свои сливал Потому что Играл на более сложной уровне Сейчас я все-таки опустился На одну ступеньку вниз И здесь мне сразу Ох, ух, какой Получился как забить Вот здесь сразу чуть полегче Становится играть Ну вот не знаю, пропасть что ли такая между уровнями Получается, здесь я легко выигрываю А на чуть выше уровня легко проигрываю Ну да ладно Главное же не все-таки Легко или нелегко Главное дело в победе Тем более, что вот Санга Смотрите, как сеточка подошел И все-таки должен был сейчас меня наказать А я вот даже свечку не смог И вот оно Вот оно, как играет Санга И у нас все по уровню Джокович действительно фаворит Достаточно серьезный фаворит Но вот Санга Может и должен с ним бороться Воблдонат самый элитный, конечно, теннисный турнир Что там говорить Со своими правилами И самое главное правило Это, конечно, турнир проходит именно на травяных портах Ну а второе, самое главное правило Вы тоже видите на ваших экранах Двое игроков находится в белой одежде То есть в другом цвете ни в каком нельзя появляться Хорош, хороший Джокович В другом цвете нельзя появляться на корте То есть вплоть до кроссовки Должна быть белая А вот и Джокович в бело-синейной резинке Не знаю, разрешат ли ему синюю резинку Одевать Ну да ладно, Grand Slam хорошая игра Сделано все в стиле И самое главное, что есть лицензия на вот эти четыре главных турнира Большого шлема Важнее, по-моему, этого ничего не может быть Другие аналоги тенниса предлагают нам, может быть, больший выбор теннисистов Но там пародии на эти турниры Не те спонсоры Не такое название у турниров Поэтому я все-таки предпочертаю играть в Grand Slam Хотя, может быть, когда-нибудь будет больше времени И нечего будет записывать Мы попробуем и другие теннисные симуляторы Четвертый виртуал теннис Я их уже испробовал Ну так, для разнообразия Мы же иногда записываем Pro Evolution Soccer Вот и можно будет попробовать другой теннис Хорошо А может быть, когда-нибудь я еще и муфты включу свои И попробую тут в комнате Помахать руками Для того, чтобы Вы могли посмотреть, как я В теннис играю В таком Грецевиде Но это все только проекты Кстати, пишите в комментариях Что больше вы хотите увидеть На моем канале Какого вида спорта Противостояние каких-то, например, теннисистов И в каком формате С веб-камерой, без веб-камеры То есть, насколько вам все это будет интересно Смотри И, конечно, если вам нравятся мои идеи То ставьте лайки И я пойму, что Вы поддерживаете эти мысли А я тогда уже их попытаюсь воплотить в жизнь Так Пока Джокович Безухаризненно выигрывает у Санги Я напомню, что у нас урезанная, естественно, версия матча До победах До побед До трех побед В сетах мы играем Но также геймов всего Тоже максимум по пять То есть до трех побед И в самом сете происходит у нас Игра Поэтому Поэтому я уже пока болтал Сбился со счета Поэтому у нас первый сет закончился 3-0 И сейчас уже второй идет Не могу сказать по сетке, кто кого прошел Потому что Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Потому что у нас На самом деле очень все печально Ни один российский канал Не показывает у нас сейчас Теннисные трансляции Именно на этот турнир Походу Он был дон очень серьезную оплату запросил У наших телеканалов И они, конечно, себе позволить Такие вещи не могут Я сейчас, конечно, попробую Параллельно переключиться На НТВ плюс теннис Может быть, все-таки Просто не с первого круга Ой, какой классный Обводящий удар Сейчас у Танги получается А вот НТВ плюс теннис у меня есть Сейчас мы посмотрим Но Я думаю, что нет Ну да Тут идут повторы старых матчей Какие-то Нет, НТВ плюс тоже Не показывают Изначально это было понятно Не Евроспорт Нет, НТВ плюс Не Россия 2 Тем более Все посчитали, что Либо дорого Либо нет смысла Сейчас переключаться На Ламблдон В рейтинге Он, конечно же, проиграет Футбольным баталиям Тем более, что матчи Вот этот, например, начнется Поначалу было заявлено, что в 19.30 Но так как Ох, ты первый есть, по-моему В этом матче Но так как Сейчас игра идет Умарая, кстати Я вам сейчас скажу Как он играет Сейчас подам Так вот Эту игру перенесли на час Возможно, там погодные условия Ну, вы знаете Второй эйс подряд Клош-то как Сериями эйс И делает Джокович Давайте, может быть И третий получится И третий получается Великолепно Джокович подает Как Ну и что И может быть Вся подача Из одних эйсов Будет состоять Нет, нет, нет Надо подобрать Эх Ну ладно Давайте вот так Ай-яй-яй В угол Я не направил мяч Ну ладно Трейс подряд Это тоже много Здесь хотел свечой На Станга Перекинуть И забивать Да ладно Ай-яй-яй Хотел сам свечку сделать Не получилось Так вот Сейчас я вам счет скажу Сейчас я вам скажу счет Сейчас я вам скажу счет Сухую не удалось выиграть Марай выиграл первый сет Со счетом 6-4 играет он против Кевина Андерсона Попозже еще счета Сегодняшнего дня сообщу Хорош Вот теперь Станга Как подстроился Под нашу подачу И смог ее Принять А мы не смогли Так Шарди С Чиличем Чилич 3-0 Одержит победу Со счетом 7-6 6-4 6-4 Изнер Вылетает у нас Его Лопес Обыграл Испанец 6-7 7-6 7-6 7-5 Вот такая вот заруба Получилась Ну и Станисов Вавренко Истомина Тоже в трех партиях Обыграл Ну и Вавренко Вообще у нас В этом сезоне Открытие Хол 40-30 Тем временем Кстати Я тут все Эйс и эйс А Санга-то Взялся за дело Вот здесь уже Все Партию не забираем Так Кстати Вавренко выиграл 6-3 6-3 6-4 Очень легко Также Параллельно С этим матчем Который в 20-30 Сносется Джокович Танга У нас еще и выйдет Мария Шарапова На курс Только на какой Не знаю Кого на центральной Поставят Кого на первой Против немки Кербер Шарапова будет играть Поэтому Российским болельщикам Стоит наверное Прильнуть не к экранам Своих телевизоров А наверное К компьютерам Где можно будет На иностранном языке Трансляции Посмотреть Макарова Сейчас играет Параллельно Свой матч С Агнашкой Радванской Я вот пока Загляделся Не успел отбить Так вот Макарова 2-0 Ведет 6-3 Выиграл первую партию А во второй Ведет 2-0 И у Радванской Молодец Макарова За нее конечно Мы все болеем Тоже в том В том числе Как и Марию Шарапову Так Квитова Пеншуай В данный момент Матч Был Но он почему-то Окончен Не знаю Может быть там Травма Либо А нет Правильно Женщины До двух побед С его играют А я что-то Как мужчина Класс У Даржоковича 6-3 6-2 Выиграл Квитова Анна Иванович Вылетает Сабин Лисицкий 4-6 6-3 1-6 Ализе Корне Выбила Бушар Точнее проиграла Бушар 6-7 5-7 Ну все Остальные все А и Возняцкий Каролин Стрыковый Тоже проигрался А что там 2-0 Вот я вам Почти все счета Назвал Сегодняшнего Игрового дня Плюс сегодня Два вот Главных Центральных матча Что у женщин Что у мужчин Состоятся Ну и Те кто болеет За Омары Должны сейчас Пока еще есть Несколько минут До начала Футбольного Противостояния Между французами Нигерийцами Поболеть Из-за этого Теннисиста Ну а у нас А у нас Я даже не видел Какой счет Я вот так вот Одним глазком Смотрю Турнирное положение И всякие Как матчи проходят А другим Играю В этот Прекрасный матч Сейчас посмотрим Счет Еще я хотел Кое-что вам Рассказать Ну Естественно Национальности Этих теннисистов Вам Известны Кому неизвестны То Напомню 3-0-3-0 Два первых Сета закончились Третий Начинается Цанга У нас Француз Жоу Вилкред Зовут его Полностью И он у нас 85-го года рождения Играет Естественно Правой рукой Метр 88 Его рост Поэтому С ним Очень Проблемно Выступать Высокий Молодой человек Хотя С другой стороны Уже и не скажет Такой вот Молодой Как будто Был ветеран Тенниса 91 килограмм Весит Родился В Лимане Ну а Новак Джокович У нас Серп Если кто-то Забыл Родился Он В Белграде Такой же У него Абсолютно Рост Метр 88 Весит Он 80 килограмм В отличии от Цанги Которая 91 Но Цанга Всегда был Тяжелым Теннисистом Поэтому У него Очень Мощный Узар Сейчас Забью Вот этот мяч И расскажу Еще что Та больше Рассказывать И нечего Второй в рейтинге Я уже об этом Упомянул Вот такая вот Информация Об этих Теннисистах И еще Один Бэкхенд От Джоковича Да Достаточно Левко Получается Обыграть Было Пару Розыгрышей У Цанги Но Вполне Реально Что Мой прогноз В этот раз В теннисе Сбудется Так как Джокович Идет Своему Очередному Финалу На большом Шлеме Никак Сам шлем Получить Не получается То есть Победа В четырех Главных Турнирах Года Тройной Брэкпоинт У нас Сейчас Ой Ёй 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 Свеча Получилась Санги Очень интересно В этот теннис Играть Против Друг Дружку Сразу Могу Сказать С друзьями Не раз Уже Это Проделывали Ну возможно Когда-нибудь Депешу Может быть Даже Будет Я думаю Очень интересно Единственное Нужно Понять Каким образом Положиться Но Я думаю Придумаю Ладно У нас Возможно Последний Гейм В последнем В сете Выступает И Джокович Уверенно Уверенно В нем Начинает Вести Если Иностранные Комментаторы Кому-то Мешают То Не обращайте На них Внимание Я их Сделаю Потише Во время Обработки Этого Видео Думаю В большей степени Будет слышно Меня Хороший Какой Мощный Удар От Джоковича Еще Один Мощный Удар Еще Ну Цанга Опять Решается Выйти К сетке За это И вот Джокович Должен Был Наказывать Только как Цанга Сейчас сыграл Спиной Красавец Ой-ой-ой Свеча Справляется С ней Джокович И вот здесь Уже Точнее Справляется С ней Цанга Но Джокович Появляется Со смешем Вот так Все Запущено Закручено Как говорится Еще Одна Мощная Подача И какой Прием Какой Прием Сангам Это Уже Все Решили С ним Попрощаться А нет Француз Напоминает О себе А это Эйф Ребятушки Это Эйф Матч Пойнт Возможно Последний Розыгрыш В этом Матче Достает Достает Как француз Но здесь Уже Все Джокович Играет В открытый угол И побеждает В моем прогнозе Пожелаем ему Удачи В дальнейшем Турнире Даже здесь Видно По Санге Что он Не сильно Расстроился Поэтому Желаем Французу Дальнейших Успехов А Джоковичу Как можно Дальше Пробиться По турнирной Сетке Для того Чтобы мы увидели Очередное Их супер Противостояние С Рахой Ну может быть Еще с Фидерером А может быть С Мараем Все будет Очень интересно В любом случае Ждите от меня Еще прогнозов До скорых встреч Пока